представим себе ситуацию в одном горном анийском селе под названием шкмере было празднество и хозяйки и хозяева готовившие достаточно часто цыпленка табака решили в этот раз сделать нечто подобное но более сочнее и наверное ароматнее возможно где-то вкуснее и таким образом в этом селе родилось новое блюдо под названием шкмерули здравствуйте друзья вы снова на канале поварешкин михалыч сегодня мы попробуем с вами приготовить блюдо под названием шкмерули все что было сказано в маленькой сценке это плоть моего воображения но мне хочется верить что действительно это было именно так в праздник кто-то сел и придумал этот рецепт но там есть и нотки правда действительно это блюдо было придумано в деревне под названием шкмери для нашего блюда нам сегодня понадобятся вот такие две замечательные курочки у меня они весом по полтора килограмма идеально для этого рецепта хорошо бы подошли бы цыплята корнишоны они чуть меньше и более мясо в них нежнее но посмотрев на сегодняшний ценник их не я не осмелился их купить слишком уж задрали цены так вот что мы сделаем мы разделим наши курочки пополам по задней части по стране грудки и разложим и как для цыпленка табака дальше посолим поперчим и обжарим с двух сторон золотистой корочки и 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 снимаем нашу курочку и то же самое проделываем со второй за пока и положим также кожицей вниз жарим с двух сторон золотистой корочки и Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, вы уже заметили, что мы из керамического противня переложили в обычный противень Так как у нас наша курочка просто туда не влезла Оставляем ее пока в сторонку, она нам больше пока не нужна И начнем заниматься соусом Для этого мы возьмем с вами сковородку, где обжариваем нашу курочку И уберем лишнее масло Так, сольем его Дальше берем головку чеснока и очищаем ее Таким простым движением Шелуху все за борт Включаем нашу сковородку И очищенный чеснок начинаем выдавливать Прямо в нашу сковороду Дальше добавляем ложку хмели-сунели Чайную ложку паприки Все это дело быстренько так возьмем с вами И замешаем с нашим маслицем Дальше отправляем сюда 20% сливки И немного молока Все это дело помешаем Немного подсолим Не забывайте, что у вас курочка здесь жарилась И соль некая осталась И немного поперчим Еще раз помешаем Ну вот наша заправка закипела Отставляем ее в стороночку И дело остается за малым Мы берем нашу курочку И начинаем заливать Нашей готовой заливкой Отправляем нашу курочку В заранее разогретую духовочку До 180 градусов На полчаса Ну что ж Прошло 40 минут Пора доставать нашу курочку И посмотреть, что у нас получилось Ох, какая же красотень Гидрит Мадрид Ребята, вы посмотрите на эту красоту Она подзапеклась еще Это просто шедеврально Красотень Посмотрите Ох Ну что же Я сейчас уже предвкушаю Много каких комментариев Возможно даже тех самых грузинов Какой-то шхмерули Я все понимаю, друзья мои Но если бы в деревушке шхмери Один какой-то умный человек Не захотел исправить цыпленка табака Мы вообще бы это блюдо не получили Поэтому Сегодня я приготовил цыпленка Под названием шхмерули Именно так, как захотел его видеть я Давайте мы сейчас все это аккуратненько переместим Вот такой красивый леганчик Добавим немножко зеленушки для цвета И попробуем, что у нас получилось Добавим грузовес Все это аккуратненько переместим И все это аккуратненько переместим взема вот такой замечательный блюдо у нас сегодня получилось не правда ли это просто великолепно по моему выглядит давайте попробуем его я возьму не знаю любой кусочек давать на чем как правило груз там проверяю но там большой кусочек давайте разрежем его посмотрим насколько все это сочное или не сочное смотрите сок трамп труится камеры передает не передаете осталось только попробовать цветов вкусноту насколько специи зашли любят курица сама по себе на это вкусная но это блюдо знаете я не хочу конечно хвастаться 10 из 10 наверное да цыпленок табака или шкмеруля и то и то имеет место быть но я вам честно скажу что если вы подадите своим гостям сегодняшнее наше блюдо оно просто будет вас боготворить действительно вкусно действительно все просто ничего сложного если у вас нет сливок просто заливаете молоком и все потому что первоначальный рецепт вообще делался на основе воды и чеснока кто не знает то есть именно тут оригинальный рецепт вода чеснок заливалась брались такие петцы до называются глиняные тарелки большие фарфор подогревались соответственно туда положилась курочка и заливалась вот этой всей заливочкой и ставилась на 15-20 минут и шкмерули было готово мы немножко это сегодня обыграли по-своему по-михалчески вот и получили шкмерули именно такое такое мы его видим сегодня вместе с вами а с вами был я сейчас домашней кухне михаил не забываем ставить пальчики кверху те кто не подписался подписывайся на мой канал чтобы не пропустить очередное видео нажимаем колокольчик чтобы получать уведомления о выходящих предстоящих видео ну и все что я могу сказать до скорых встреч пока